Добрый день дорогие друзья! В начале ноября мы рассказывали вам о том, как черенковать лимон сорта киевский крупноплодный и как его можно размножить вегетативным путем. Вот посмотрите, два дерева, которые растут в земле и вот такие у них плоды. Вот посмотрите, с вернением с моей рукой. Вот этот плод он весит на данный момент где-то грамм 800. Вот видите, все дерево в плодах, вот такие замечательные эти растения. А теперь мы перейдем в парничок, где мы черенки свои высаживали и посмотрим, что с ними стало за полтора месяца. Вот этот парничок, куда мы высаживали черенки лимона этого сорта. Вот смотрите, вот они видите в каком замечательном состоянии, ничего не повяло, не пропало. А вот смотрите, даже один черенок, я не знаю, мы сейчас посмотрим, если там корешки, он даже выпустил бутончики. Вот такой это благодарный и замечательный сорт, отзывчивый, очень на доброту и уход за ним. А сейчас мы посмотрим, что там с корешками у нас делается. Череночек, сейчас мы его попробуем аккуратненько вытащить. Вот смотрите, вот уже есть корешки. Вот в обычном перлите, ничего не добавляя, никаких удобрений, никаких стимуляторов роста в обычном перлите, посмотрите, за чуть больше месяца, посмотрите, какие замечательные корешки у черенков. Вот я уже тут начала разбирать тепличку. Вот посмотрите, какие корешки у черенков. В обычном перлите, не добавляя ничего. А сейчас мы попробуем достать тот черенок, который с бутончиками. Посмотрим, что у него делается. Просто их надо аккуратно доставать, потому что корешки перепутываются у черенков. Вот посмотрите, видите, какие замечательные корешки и даже уже пустил бутончики. Конечно же, все такие черенки мы будем высаживать уже в землю, зачем их дальше держать в перлите. Вот такой это замечательный сорт, лимон киевский крупноплодный. Сейчас мы этот черенок с вами посадим в землю. Насыпаем на дно. В качестве для ножа мы берем перлит, можно использовать керамзит. Насыпали немножко перлита. Теперь насыпаем с земли. Черенок не надо сильно заглублять. Именно вот этого сорта черенок не надо заглублять сильно. Мы его посадим примерно на 2 см выше корешков. Поэтому мы насыпаем достаточно много земли. Немножко его трамбовали. Теперь ставим черенок и укладываем корешки в землю. Теперь, придерживая черенок, мы сейчас засыпем аккуратненько его земелькой. Состав земли можно посмотреть, можно сделать самому, а можно купить в любом садоводческом магазине землю для цитрусовых. Как составить землю самому, можно посмотреть на сайте Тропиканки. Можно зайти в любой садоводческий магазин и купить уже готовую землю. Единственное, только нужно будет у нее добавить чуть больше перлита, чем там уже есть в готовой земле. Вот таким образом мы посадили наш черенок. Конечно же, эти бутончики со временем, они опадут, потому что силы черенка не хватит, чтобы их вырастить. Хотя они могут раскрыться, но потом все равно опадут. И сейчас мы проливаем земельку, чтобы она осела и убрались пустоты между корешками и землей. И вот, наш череночек, видите, готов. Вот в таком виде он будет развиваться очень хорошо, расти и все будет с ним в порядке. На этом мы заканчиваем наш ролик. Если вам понравилось наше видео, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, оставляйте свои сообщения. Если какие-то есть вопросы, обращайтесь на сайт Тропиканки или пишите свои отзывы под нашим видео. Всего вам доброго, до новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok